доброе утро мои хорошие на дворе август немножко грустно от того что это последний месяц лета но я всегда себя успокаиваю тем что август самый комфортный летний месяц самый теплый самый мягкий самый уютный месяц который все практически уходят в отпуск и в конце концов впереди еще целых 30 дней лета а это повод улыбнуться и проснуться в хорошем настроении сегодня вторник ну и собственно говоря с добрым утром дорогие мои доброе утро дорогие друзья и запомните что как вы свой день начнете так он у вас потом и пройдет поэтому улыбнитесь проснитесь аккумулируйте в себе хорошее настроение ну а мы с вами поделимся хорошими новостями и позитивом так ну что мои хорошие мы начинаем по доброй традиции для начала давайте вспомним знаменательные даты которые случились в мировой истории именно 2 августа праздники которые празднуют именно в этот день ну а поможет нам все это вспомнить полина николаевна эксперт в этой области непревзойденный да ну начать с того что не в мировой а сегодня у нас праздники нашей истории о да я понимаю о чем ты говоришь да 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 дорогие друзья ну все уже знают конечно никого не удивлю сегодня 2 августа день вдв воздушно-десантных войск у нас конечно неоднозначные отношения к этому празднику некоторые в нашей стране его так немного лишь и побаиваются опасаются потому что десантники ребята бравые они как и воевать умеют так и отдыхают с таким же размахом поэтому ну в общем как говорится люди так себя немножко оберегает но тем не менее это все шутки ребята очень добрые на самом деле у меня достаточное количество десантников офицеров боевых офицеров прекрасные люди добрейшей души надо сказать это действительно так десантники которые закончили высшие учебные заведения воздушно-десантных войск всегда потом продолжают службу в самых элитных подразделениях нашей могучей великой армии поэтому это действительно ну наверное один из самых почитаемых и уважаемых родов войск в нашей армии и я с глубочайшим уважением и почтением отношусь к вам сейчас обращаюсь ко всем причастным к этому празднику и поздравляю вас десантики сегодня ваш день с праздником вас дорогие мои но это что касаемо нашей страны а что происходит в мире что отмечают сегодня в мире сегодня 2 августа отмечают день почтового ящика это между прочим международный праздник учрежден он был в лондоне в честь первого почтового ящика установленного в городе в 1858 году вообще надо сказать что вот сам почтовый ящик такой интересный элемент нашей жизни он немножко как бы уходит в прошлое вроде бы кажется да но тем не менее в каждом подъезде в каждом доме есть почтовые ящики мы получаем кто-то чаще кто-то реже письма от родных и близких открыточки может быть на новый год но в конце концов прессу почту газеты даже рекламные листовки все это почтовый ящик это неотъемлемый элемент нашей жизни и вообще мне очень сложно представить что когда-то почтовых ящиков не существовало а ведь такое время было ну я вообще сказала что почта несет очень важную миссию особенно для уязвимых социально незащищенных слоев населения это пенсионеры инвалиды или просто люди которые живут очень удаленно ведь почта это единственная для них связь с миром связь с близкими связь с друзьями а вот как работает отделение почты сегодня ну мы знаем они есть мы туда приходим иногда но вот как посмотреть изнутри процесс работы а для этого есть наша программа и наши корреспонденты которые снимают специальные сюжеты и вот один такой сюжет мы хотели бы сегодня вам продемонстрировать но связан он не столько с работой почтового отделения сколько с посещением одного из почтовых отделений на мажайском шоссе главы нашего округа андрея иванова давайте посмотрим сюжет и ждем вас в студии с полиной им доверяют самое дорогое и сокровенное в каждом письме человек отсылает частичку своей души работников почтовой службы с профессиональным праздником поздравил глава округа андрей иванов и вручил им благодарственные письма за добросовестное выполнение своей непростой работы это не только работа это еще очень важная социальная миссия потому что для многих наших жителей это ветераны это пенсионеры это люди с ограниченными возможностями почта и почта это единственная связь человека с государством и вы эту миссию бережно несете с душой почтовые отделения как и сами работники идут в ногу со временем в последнее время ведется активная модернизация и внедрение новых технологий в этой сфере что значительно упрощает работу и ускоряет доставку почтовых отправлений я вам покажу как это работает берем стоточку письма в 2021 году в Одинцовском округе полностью преобразилось 9 отделений почтовой связи план на 2022 год включает ремонт еще семи модернизация идет и скоро почта России будет напоминать скорее МФЦ а может быть даже где-то лучше и более большее количество услуг будет представлено уже в этом году государственные и муниципальные услуги в отдаленных населенных пунктах поселки санатория имени герцена деревни хлюпина и селе немчиновка будут предоставлены в цифровом виде на базе почтовых отправлений полин еще какие-то праздники празднуются 2 августа да денис дорогие друзья сегодня 2 августа жители ханты мансийского и ненецкого автономных округов празднуют день оленя этот праздник приурочен к окончании очень важного ответственного периода летнему выпасу оленей и подготовке к перегонке стада на зимние пастбища видите какая у нас большая страна вот у нас здесь да ну скажем так в москве и в средней части россии еще лето в самом разгаре а где-то в нашей стране люди уже начинают к зиме готовиться 2 августа вот это вот интересно знаешь о чем я подумал поль мы конечно не жители ханты мансийского автономного округа ненецкого автономного автономного округа тоже не жители но некоторое как говорится участие к этому празднику тоже в общем то у нас есть да какое некоторое отношение к этому празднику мы имеем мы я имею ввиду жители одинцовского округа а вспомни на гербе нашего города точно олень красивый такой гордый олень так что поздравляем дорогие жители нашего района одинцовского поздравляем вас с праздником днем оленя и ханты мансийский округ тоже еще кстати у нас в нашем районе проходит детский музыкальный фестиваль называется он серебряный олень и вот недавно как весной этого года до проходил очередной фестиваль серебряный олень и ну давайте вспомним раз уж сегодня день оленя да вот про нашего серебряного оленя и посмотрим репортаж о финальной стадии этого замечательного фестиваля и возвращаемся в студию нас много всего сегодня для вас подготовлено всего интересного уже с кубком и дипломом победителя 13-летняя эвелина стала лауреатом первой степени в номинации народный вокал фольклором девочка занимается уже семь лет в будущем хочет стать актрисой поэтому в конкурсе серебряный олень участвовала сразу в нескольких номинациях в эстрадном вокале и современных танцах также взяла призовые места мне очень понравилось посмотреть на себя посмотреть на других сделать хуже лучше это было очень интересно всего в этом году в двадцать втором открытом фестивале конкурсе детского и молодежного творчества серебряный олень участниками в восьми номинациях стали более 1 тысячи человек а лауреатами 365 серьезную работу участников и их педагогов отметили и представители жюри и организаторы члены жюри многие отметили что в этом году уровень творческий уровень коллективов очень высокий был очень понравились многие яркие номера были авторские программы и также отметили яркие костюмы постановки и подготовку детей профессиональную в этом году из-за большого количества участников и призеров было решено провести сразу три гала концерта на разных площадках заключительная церемония награждения прошла в культурном центре имени любови орловой где уже второй год подряд организуют выступления фольклорных номинациях вокале и танцы русские казачьи белорусские молдавские танцы разных народов представили конкурсантов в итоге зрители смогли увидеть настоящую танцевальную феерию а призеры получили заслуженные кубки и дипломы лауреатов да как все таки здорово что в нашей стране в нашем округе так много разносторонне развитых творческих детей вот прям даже не страшно за наше будущее но по крайней мере за его культурную составляющую кстати денис ты хорошо поешь танцуешь ох сложный вопрос ну скажем так особенности моей профессии меня заставляют периодически заниматься и тем и другим но не могу сказать что я силен в этом достаточно в общем-то посредственно и пою и танцую знаешь почему денис потому что ты редко выбираешься по выходным в наши парке до подмосковной да честно говоря не всегда дорогие зрители удивляла конечно женская логика вот например в данном моменте я абсолютно не вижу никакой связи между парками и что я не очень хорошо пою и танцую да и в этом случае ты не права я очень часто бываю в наших парках я например бегаю по утрам в той же лазутинке достаточно часто добираюсь даже и до малевича и до раздолья так что парках наших я бываю с удовольствием надо сказать ну дорогие друзья в защиту женской логики и тебе денис я все-таки скажу что объясню к чему я так ну давай издалека зашла потому что в парках подмосковных проходят постоянные разнообразные мероприятия и они как раз направлены на творческое так сказать развитие жителей подмосковья вот совсем недавно прекрасная региональная акция ночь в парках прошла у нас на лазутинке там было очень здорово гости до поздна пели плясали танцевали до поздна или до утра до поздна и наши коллеги корреспонденты как раз побывали на этом мероприятии и у нас есть сюжет давайте посмотрим давайте потанцевать под любимые хиты всей семьей на свежем воздухе в субботний вечер с семи часов и до полуночи жители и гости одинцова смогли повеселиться от души различные аттракционы нон-стопом прошли на центральной сцене городского парка культуры спорта и отдыха очень здорово что мы идем в правильном направлении кажется музыка спорт свежий воздух ну и хорошее настроение конечно выступление вокалистов творческой студии игра мафия розыгрыши и призы особенно по вкусу гостям пришлись танцевальные мастер-классы от спортивных клубов города для любителей творчества мастерицы представили свои креативные работы авторские свечи игрушки мыло и гигантские летние цветы-светильники украсят не только дома дачи но и приусадебные участки пруды у меня светящиеся лотосы светильники для детских комнат акция ночь в парке прошла в подмосковье впервые и превзошла все ожидания на 64 площадках побывали свыше 80 тысяч посетителей погода не подвела праздник подарил множество приятных моментов и хороших воспоминаний о лете ну что дорогие мои вот благодаря собственно говоря таким прекрасным инициативам и что называется зажигаются звезды и вообще я думаю что это не только возможность прекрасно провести время но и окунуться в настоящую творческую атмосферу согласно денис и у нас сегодня как раз такая гостья замечательная творческая девушка вокалист музыкант педагог вокальный коуч и просто красавица ветра помечева ветра привет 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 спасибо что пришла к нам и знаем что торопишься долго задерживать не будем поэтому прям с места в карьер полин начинай да расскажи нам свои впечатления от вот от этого мероприятия о котором мы не так давно посмотрели сюжет вот буквально только что как как тебе вообще такие активности проводимые в наше в подмосковье совершенно потрясающий формат отдыха я считаю и очень приятно видеть людей которые дышат свежим воздухом стремятся к здоровому образу жизни занимаются спортом просто обожают музыку выключаются мгновенно в процессы танцевальные мастер-классы подпевают песни в общем это прям настоящий такой праздник летний кайфовый я хочу почаще проводить так время слушай но мы тебя очень часто видим с учениками на подобных мероприятиях ты там как педагог выступаешь или как просто как человек который пришел отдохнуть но на самом деле все можно совместить в одно безусловно конечно я волнуюсь за своих ребят потому что мы много проводим времени на репетициях мы готовимся к этим мероприятиям готовимся быть настоящими артистами показать себя с лучшей стороны но вместе с тем конечно энергия людей которые приходят нас послушать и посмотреть она заряжает нас и мы становимся частью и отдыха одновременно ну и конечно всего происходящего то есть тот случай когда все совпало так точно пазл сложился сложился да нет скажи а вот вообще как музыка в твоей жизни появилась ой музыка в моей жизни появилась мне кажется с моим рождением моя мама просто прекрасная певица и вокалистка мой папа танцор и а так это генетически это генетически понятно все по секрет раскрыт ну а музыка для тебя это профессия или все-таки хобби это жизнь это жизнь ну а какая-то хлебная как говорят безусловно это профессия незаброжелатели хлебная профессия есть я сам по образованию актер и вот знаешь у меня очень много моих коллег которым родители говорили ты сначала выучись на какую-нибудь нормальную профессию а потом иди танцуй на сцене вот у тебя есть какая-то нормальная профессия нормальная нет только ненормальная самое любимое да слава богу вот и здорово зато нет такого как сказать распыления на разные на разные ненужные отбросили все и занимаемся только тем что в жизни было всякое попробовала по-разному конечно нормальную работу с точки зрения видимо кого-то но тем не менее ну а педагогика как появилась в твоей жизни это же тоже все таки профессия я вообще считаю что педагогика это не просто профессия это призвание в первую очередь не каждый человек далеко не каждый может быть педагогом вот я например точно не могу я это точно знаю и дело не в отношении к детям не в отношении к профессии но не мое это не могу я это нужно иметь такое вообще какое-то внутреннее состояние терпение выносливость желание что-то отдавать это очень редкая кать редкие качества как ты дошла до жизни такой на самом деле все получилось спонтанно я закончила институт и по образованию я действительно педагог эстрадно-жазовый вокалист и друзья моего отца вот они решили доченьку поучить вокалу и в общем то было принято решение попробовать порепетиторствовать ну и все это вылилось в общем то такое путешествие ты поняла что твой да во много лет это просто невероятное удовольствие видеть как ребенок развивается как у него начинает что-то получаться и главное какое удовольствие он от этого получает это такой особенный адреналин сцена правда мне кажется это еще вот учить детей музыки нужно любить не только музыку но и детей безусловно да да я думаю что ну своих деток у меня пока что нет ну все впереди да но воспитываются музыкально мною довольно таки большое количество ребят и мне кажется с течением времени я действительно начинаю испытывать к ним вот прям какие-то чувства такие очень теплые родственные даже где-то мы становимся большой семьей одной и это очень приятно скажи мне а вот ты как педагог уже в общем то со стажем ты можешь определить вот человек талантливый неталантливый даже даже не талантливый неталантливый я бы сказал вот сложится получится у него или вот все впустую сразу сходу так вот посмотреть послушать ребенка и сказать из этого получится или может быть ты наоборот считаешь что все таки как знаешь извечный спор в творчестве все таки это ремесло и нужно трудиться работать и каждый может чего-то добиться или все таки искра божья должна быть которую педагог может определить искра божья должна быть и я скажу так все зависит от человека будь то ребенок или взрослый человек кому-то действительно дано больше вот ну от природы от бога прям отсыпано таланта кому-то дано меньше но если есть реальное желание добиться да то есть человек готов трудиться какой-то планомерность какая-то система в этом во всем результаты просто потрясают периодически правда я знаю бытует мнение что ну или дано или не дано я не согласна дано дано если мы можем слышать и говорить мы точно можем петь просто каждому свой срок обучения да кому-то дается очень легко кому-то нужно преодолевать ты считаешь что петь может каждый совершенно точно ну просто не слышала как пою я да вот это кстати очень точно нет слушай ты знаешь такая история приключилась ну мы с полиной готовим программу это такая в общем то у нас авторская история можно сказать и в общем то день бдв сегодня да и так совпало при подготовке тут мне вдруг полина говорит я знаю кого нужно позвать я говорю кого я думаю сейчас она скажет какой-нибудь там офицер боевой там орденоносец сейчас все я сам начал задуматься у меня правда есть друзья десантники вот она говорит вот вето фомичева я был я до сих пор удивлен и она говорит все поймешь она придет просто поверь мне ну я и поверил вот теперь я требую разъяснения какое отношение ты имеешь к дню в дэвэ и почему полина с такой радостью с таким восторгом совместила вот эти два события твой приход к нам в студию и день в дэвэ можно на секундочку я просто немножко подкорректирую по ремарку да свою авторскую ремарку вставлю я давно хотела тебя пригласить и совершенно не привязываясь к этой дате просто мы с тобой как-то разговаривали ты вот заговорили о ВДВ я просто знаю уже чуть больше чем вы дорогие зрители и Денис и это на самом деле такое большое хорошее замечательное совпадение ну слушаем тебя сама удивляюсь до сих пор как же меня занесло но на самом деле история такая будучи еще очень молоденькой девушкой моя подруга влюбилась в одного парня который посещал военно-патриотический клуб авиатор там занимались люди занимаются по сей день парашютным спортом естественно ей очень срочно стало нужно тоже прийти в этот клуб и начать заниматься парашютным спортом но одно это страшновато тем более девочка а я за любой кипиш ну вот такой человек мы пошли с ней вместе и каково было мое удивление я правда заинтересовалась очень конечно это с большего была теоретическая история и в одно прекрасное лето нас пригласили в палаточный лагерь на территории полигон действующего воздушно-десантных войск 15 дней мы там отбыли совершили даже пару ученических прыжков но правда не из летательных аппаратов а всего лишь с вышки и тем не менее это ощущение конечно адреналин на всю жизнь далее желающим было разрешено остаться на целых три месяца и пожить прям настоящей армейской жизнью ну то есть это вот подъем 6 утра зарядка пробежка полоса препятствий все заправка кровати построение стрельбище ну и так далее и тому подобное конечно у нас немножко по лайтове вся эта история была потому что были девочки не было такой жесткой ну штрих такой не было но внутреннее состояние собственно оно само диктовало в общем то все ну тебе там что-то потом берет тельняшку совершенно точно я вернулась домой в форме в самой настоящей форме в голубом берете соседи конечно эти глаза я не забуду никогда но внутренняя гордость такая безусловная ну и дисциплина если честно уже прошло достаточное количество лет и тем не менее ну армия вообще дисциплинирует это в общем то история известная это действительно так можно по-разному относиться вообще к службе в армии я знаю есть и сторонники и противники сейчас слава богу все больше сторонников появляется но дисциплина внутренняя дисциплина она остается на всю жизнь это я вам говорю как знающий человек Вед ну во-первых спасибо что ты пришла но мы тебя еще не отпускаем подожди у нас такая история родилась вот совсем недавно мы нашим гостям в конце нашей встречи задаем такой блиц опрос это такие короткие вопросы буквально на несколько секунд и быстрые ответы предполагающие эти вопросы да вот поэтому мы тебя сейчас зададим их ты отвечай быстро сейчас Полина скажет свою любимую фразу молчу обычно в этот момент не задумывай не себя меня поправляет опять ты мне указал так в общем задумывайся задумывайся но быстро отвечай итак первый вопрос твой главный недостаток ах у меня нет недостатков нет недостатков это тоже хороший ответ причем присущий именно женщинам а твои твое главное достоинство это моя честность хорошо если бы ты была мужчиной какую бы профессию ты выбрала десантник я думаю что это было бы или актерство или вокал творческая профессия все таки все равно творческая профессия я не могу ни дня прожить без соленых огурцов без соленых огурцов то есть ты в таком перманентном состоянии беременной женщины находишься понятно так я не могу представить утро без него своего зритель к сожалению не видит но там за операторами стоит прекрасный муж и это ну вы его видели он аккомпанировал ей когда она пела ты бы хотела дружить с таким человеком как ты безусловно а жить с ним ни в коем случае ни в коем случае ну и последний вопрос если бы была такая возможность тебе предоставлена встретиться с любым человеком из когда-либо или ныне живущих на земле известным или неизвестным кого бы ты выбрал встретиться и провести с ним время пообщаться какой здоровский вопрос и так минут сорок сейчас дайте мне пожалуйста должна быть человека ну таких людей наверное у каждого человека много ну вот на выбор первые попавшиеся кто в голову приходит ну вы ребята даете да мы такие ну вы ребята даете Денис придумал этот вопрос к слову сказать ответить сам смог сумел на этот вопрос ну ты знаешь да да я совершенно спокойно на такие вопросы отвечаю потому что у меня огромное количество людей с которыми я хотел бы пообщаться ну благодаря своей профессии например там Чарли Чаплин Луи де Финес это вот сразу точно на поверхности почему-то если честно у меня тоже возникла в голове Мерлин Монро первая почему-то почему-то а почему нет Мерлин Монро отличный вариант мне кажется невероятная женщина загадка просто мне кажется которую не разгадает никогда и никто уже к сожалению да и при жизни ее мне кажется разгадать ее как и любую женщину невозможно Вета ты прекрасна очаровательна приходи к нам почаще в гости заряжай наших зрителей хорошим настроением у нас программа утренняя поэтому я думаю что сегодняшний день у наших зрителей сложится отлично во многом благодаря тебе спасибо тебе большое за твою деятельность продолжай в том же духе радуй нас своим творчеством спасибо дорогая пой твори успеха тебе успеха твоим ученикам и вперед только к новым победам спасибо вам надеюсь что не последний раз надеюсь что не последний раз надеюсь что встречается и как любой артист аплодисменты спасибо если не только ты и я не отступлю если только ты знал что я уже люблю без сумницы ты моя и это навсегда дай мне руку и я счастливым сделаю тебя я себя ругаю за тебя каждый день и температура в голове у дуры по дворам московским собираю я по осколкам плоским воспоминания если меня только ты и я не отступлю если б только ты знал что я уже люблю без сумницы ты моя и это навсегда дай мне руку и я счастливым сделаю тебя ла-ла-ра-ла 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 и о наших доблестных десантниках стало интересно как жители подмосковья относятся к десантникам и к празднованию дня ВДВ смотрим рубрику про опрос ну честно говоря не отмечаю а как к нему относитесь ну положительно я его не отмечаю потому что отношусь к другому роду войск да а какому есть автомобильные войска находятся тоже в Рязани с ними как бы контачил вот ребята крепкие я не отмечаю но никто у вас из родственников нет нет у меня я танкист да мне ВДВ не важно а родственники есть? есть конечно много у меня родственников много и ВДВ у меня двое соседей в ВДВ я не праздную потому что я в ВДВ не служил а отношусь положительно а кто-то из родственников знакомый знакомый да нет я этот праздник не отмечаю но я видел как его отмечают спасибо я не хочу такого а кто-то из родственников да конечно празднует у меня дедушка служил вот празднует так что мама не горюй вот так дорогие мои ну а чтобы быть выносливыми сильными как наши доблестные десантники нужно очень внимательно относиться к своему здоровью нужно правильно питаться есть побольше овощей и фруктов вот о том как их лучше приготовить вы узнаете в нашей рубрике про здоровье смотрим доброе утро дорогие телезрители с вами Анжела Серошка и говорим про здоровье конечно же я продолжаю делиться своими авторскими полезными рецептами смузи и сегодняшний рецепт не оставит равнодушным ни одного члена вашей семьи понравится и детям и взрослым еще раз хочу напомнить про пользу смузи это вариант который может позволить вам съесть суточную норму клетчатки в день да нам всем известно что мы должны съедать около 600 грамм фруктов и овощей и зелени в своем рационе ежедневно да это 30-40 грамм пищевых волокон как их получить просто употребляя это за обеденным столом это сложно поэтому смузи это такой хороший вариант полноценного завтрака и употребления ежедневной нормы клетчатки ну и конечно же приступим к приготовлению нашего полезного смузи я беру чашу блендера и начинаю приготовление у нас в нашем смузи будут ягоды поэтому приготовьте ягоды которые вам нравятся у меня здесь брусника далее у меня голубика ежевика клубника и банан я начинаю закладывать это в чашу блендера так ягоды кладем в стакан добавляем банан половина банана и клубника если нет свежей клубники можно взять замороженную это не критично посмотрите какой красивый получился у нас фруктовый набор и балансируем все водой обязательно ну сейчас я еще хочу добавить сюда кефир можно просто на воде можно на молоке можно на кефире кому как нравится готово заложили идем блендерить наш смузи готов всем доброго утра прекрасного дня отличного настроения с вами была Анжела Серошка так ну что мои хорошие как быть сильным и крепким как наши десантники мы поняли но это больше имеет отношение все-таки к мужчинам а теперь немножко о женщинах хотелось бы поговорить полин открой секрет как вы женщины так филигранно умеете крутить нашими мужчинами сводить нас с ума в чем тайна то а ну нет дорогой пусть это все-таки останется нашей маленькой тайной ведь в женщине должна быть какая-то загадка но приоткрыть завесу тайной я все-таки немножко могу точнее не я а Ксюша Антонова в нашей рубрике про бьюти смотрим всем привет с вами я Ксюша Антонова и вы смотрите про бьюти наша сегодняшняя тема перхоть перхоть это избыточное образование чешуек на коже головы основные причины проявления перхоти жирная кожа головы эмоциональный стресс перепады температур и ошибки в уходе невозможно понять как бороться с перхотью если не обратить внимание на свое питание ведь мы это то что мы едим чтобы избавиться от белых хлопьев из зуда исключите острые и жирные блюда сладкое и мучное замените их свежими фруктами овощами крупами и другими продуктами насыщенными полезными жирами и кислотами они улучшат состояние кожи склонной к перхоти регулярно мойте голову с использованием специализированных шампуней не забывайте массировать кожу головы откажитесь от стайлинговых средств на время регулярно но аккуратно расчесывайте волосы и следите за питанием на сегодня это все вы смотрели про бьюти с Ксюшей Антоновой желаю вам приятного дня ну что нашу программу продолжает наша постоянная рубрика про гороскоп и сегодня кстати я советую всем тем кто увлекается звездной астрологией быть более внимательными потому что наш астролог можно сказать штатный Виктория Штельхорн составила гороскоп для каждого знака зодиака на весь август так что слушайте запоминайте и делайте выводы смотрим рубрику про гороскоп доброе утро меня зовут Виктория Штельхан это рубрика про гороскоп сегодня мы посмотрим рекомендации для каждого знака зодиака на месяц август овны рекомендация для вас колесо фортуны и эта карта возможности движения изобилия шансов фортуны удачи и можно сказать что основной посыл этой карты не бойтесь перемен в этом месяце возможно для вас будет действительно благоприятно что-то перестроить какое-то колесо завершить буквально выйти из какого-то колеса из какого-то цикла и запустить новую энергию свою жизнь новые события новые обстоятельства вам очень рекомендуется попутешествовать встретиться с новыми людьми узнать какую-то новую информацию взбодриться обновиться очиститься получить какой-то невероятный прилив впечатлений и энергии и кроме того колесо фортуны рекомендует задуматься о том какие события уже сами внедряются в вашу жизнь может быть вы заблокированы и смотрите просто в одну точку идете точно по плану как вы вот жили как вы хотели а при этом вокруг вас кипит невероятная энергия которую надо использовать и которую можно поймать и уловить где эти возможности почему вы их не используете обязательно обратите внимание на это в течение месяца Тельцы четверка жезлов рекомендует вам в этом месяце проделать какие-то действия которые помогут вам накопить силы удержать энергию в доме в своем организме наполнится наполниться сполна чтобы вам хватило потом силы еще целые полгода или на год вперед и также четверка жезлов рекомендует уделить внимание своему телу организму восстановиться где необходимо возможно провести какую-то диагностику провериться у врачей Также в течение этого месяца полезно, особо полезно проводить время с семьей, с родными, с теми людьми, кто для вас опора, поддержка и сила, и защита. Четверка жезлов сама дает по себе защиту, но иногда мы не замечаем, что важным условием защиты являются те люди, которые нас окружают. Те люди, которые способствуют нашей устойчивости, нашей крепости, нашему здоровью. Уделите время этим людям. Возможно, они в будущем станут вашей защитой. Близнецы. 21-й Старший Аркан Мир рекомендует вам в этом месяце быть настоящими, быть открытыми. Не бояться себя выражать и не бояться мира как такового. Прям постараться убрать границы и своему ума и сознанию. Убрать те границы, которые мешают вам реализовать какие-то цели и желания. Иногда мы сами себя останавливаем, не разрешаем себе. Хотя возможности все есть, остается только действовать. Поездки, общения, знакомства, новые языки, новые культуры, новые границы, новые направления развития своего дела, либо своей деятельности. Это вот прям прекрасная опция для августа. Не прячьтесь, не зажимайтесь, поменьше сидите дома, будьте активными. И это даст вам новые возможности и новые грани в течение месяца. Также карта Мир рекомендует изучать и исследовать все, что вокруг вас происходит. Если вам уже наскучило все то, чем вы занимаетесь, если вы уже не знаете, чем же таким заняться, все вы уже знаете. Ищите, ищите, ищите новые знания, новые направления, новые темы, новые аспекты этой жизни. Раки. Восьмерка Мечей рекомендует вам в этом месяце жить. Вот как обычно вы живете, выполнять свои задачи, двигаться по плану, но при этом внутри осознавать, что сейчас с вами происходит. Постоянно наблюдать и отслеживать свои ощущения. Постоянно искать значение и смысл всех тех событий, которые будут происходить в течение месяца. И также Восьмерка Мечей рекомендует прям не просто это отслеживать, а делать выводы, анализировать, для того, чтобы вы могли как-то поменяться после августа. Может быть, сам август не даст вам возможности тотально изменить свою жизнь. Да и может быть, вам не особо-то и хочется, но осознать, отследить те моменты, которые вы можете поменять, которые действительно стоят и пора уже поменять, это вот рекомендуется. Поэтому обращайте внимание на свои чувства, обращайте свое внимание на то, как вы себя ощущаете среди тех или иных людей, занимаясь тем или иным делом. Отслеживайте все, и это сможет дать вам невероятно огромный опыт и точку зрения, да и вообще пищу для ума, чтобы понять, как же действовать дальше. Львы, тройка жезлов рекомендует вам покорять новые горизонты, пробовать то, что вы давно не пробовали. Ну вот что вы откладывали на последний момент, что вы себе говорили, да потом, да сейчас не надо, да кому это надо, это неинтересно, ну почему мне не будут. Вот эти все отговорки откладываем и пробуем, прям сделайте для себя август месяц исследования, изучения, поиск каких-то новых перспектив, новых мест. Может быть это совершенно другие люди, может быть совершенно другие занятия, попробуйте какой-то другой навык заняться каким-то непривычным для вас спортом, либо каким-то творчеством, либо попробовать немного поменять ваш внешний вид, либо запустить то, что вы давно очень хотели, но сомневались. Попробовать, рискнуть, сделать, вот увидите, какие невероятные горизонты перед вами откроются. Тройка жезлов всегда говорит, можно, тебе разрешено, у тебя получится, тебе открыты все двери, только надо идти. Девы, четвертый старший аркан император рекомендует вам в этом месяце довести до конца все те вопросы, которые связаны с документами, связаны с вашим бизнесом, с работой, с учебой, с браком, вот все это, вы знаете, официально, очень важно. Закрыть любые договоренности, все довести до конца, навести порядок в системе, построить ту систему, которая потом много месяцев и лет будет работать на вас. Построить действительно какую-то основу, какой-то базис, который будет работать потом на вас. И этот базис, он может быть действительно в чем угодно. И в отношениях в семье, может быть, обо всем договориться, обсудить, расставить точки. И в том числе в работе, в бизнесе, там вообще всегда система и база, это двигатель всего. И в своем здоровье, может быть, закрыть уже все вопросы по здоровью, чтобы вы уже не отвлекались на это. Как давно вы этим занимались? Поставьте точку, приведите все в порядок, восстановите свою защиту и сделайте вот эту вот основу действительно рабочей и надежной, чтобы вы могли быть потом более уверены в себе. Весы. Туз Мече рекомендует вам в этом месяце глобально планировать свою жизнь. И прям не бояться, я бы сказала, строить что-то с самого начала. Понятное дело, вы уже прожили какую-то жизнь, понятное дело, вы уже много что прошли, но никогда не поздно начать сначала. Что-то действительно может поменяться в вашей жизни, но чтобы это было качественно, благоприятно для вас, чтобы вы были этим удовлетворены, стоит сначала это продумать. И вот август – это месяц грандиозных планов. Как мы будем это делать? Каким образом в будущем это будет работать? Как я буду жить? Где я буду жить? Чем заниматься? Каким образом себя вести? Прям дайте себе, что ли, возможность создать собственную жизнь. У вас есть эта сила, вы умеете очень легко воплощать желания и цели, если грамотно к ней подготовиться. И также Туз Мече очень рекомендуют в августе обращать внимание на любые возможности обучения и образования, особенно чему-то новому. Скорпионы. Восьмерка Жезлов рекомендует вам в этом месяце особое внимание уделить своему режиму жизни, режиму дня, чтобы вы прям выстроили какую-то систему, которая поможет вам в течение каждой недели, каждого месяца поддерживать свое благоприятное состояние, уделить внимание количеству вашей энергии, прямо настроить какой-то режим жизни такой, чтобы он вам помогал, а не забирал ваши силы, найти вот эту волну, не двигаться хаотично сейчас одно, потом другое, не надеяться на то, что, а может быть, хватит мне сил и эмоций, а подготовить себя и свою жизнь в течение августа к тому, чтобы вам в будущем всегда хватало на все сил, на все хватало здоровья, на все хватало средств, чтобы мотивация всегда оставалась. И также Восьмерка Жезлов рекомендует решить все вопросы с работой, бизнесом и учебой. То есть сразу подписать все договоры в августе, устаканить все договоренности в августе, чтобы в будущем просто все шло очень даже, так сказать, предсказуемо и пропорционально. Стрельцы. 16-й старший аркан башни рекомендуют вам в месяцы августе, я бы сказала, бомбить, но такое слово не совсем понятно. Для меня бомбить – это покорять себя, покорять сцену, покорять других, быть открытым, быть настоящим, выпускать то, что так давно копилось. Вот давно вы хотели что-то начать, давно вы хотели выразить вот это невыразимое. Прям позвольте себя, позвольте быть энергичными, позвольте быть живыми. На максимум живите в августе. И 16-й старший аркан также рекомендует вам в этом месяце еще и позволять своему уму и сознанию вот прямо быть живым и активным. Любые идеи, любые грандиозные планы, все это воплощайте, все это проговаривайте. Старайтесь это прямо выпустить наружу, не держите в себе. А также 16-й аркан башни – это аркан трансформации, очищения, обновления, перезагрузки. Сделайте такую перезагрузку для себя, своего сознания, своего тела и своей жизни. Козероги. Пятерка Пентакли рекомендует вам в этом месяце выходить из зоны комфорта. Прямо чтобы в августе не засиделись, не остались на диване, не отдыхали бесконечно, а наоборот, устраивайте для себя какие-то приключения, какие-то новые обстоятельства. Помещайте себя в какие-то ситуации, в которых вы будете себя вести необычным путем. Вот не ездили вы никогда на рыбалку – раз и поехали. Вот никогда вы не были на даче, не садили растения – раз и поехали. Не ходили вы в это заведение, не ходили на эту улицу, не ездили вот в этот город, не занимались вот этим вот рукоделем. Займитесь что-то новое, что-то нетипичное, где вам приходится на практике чему-то учиться, где вам приходится где-то подстраиваться под новую ситуацию. Это будет крайне для вас полезно. А также очень рекомендуется в этом месяце уже приступать к каким-то переменам. В тех делах, которые вы ждали. Может быть, само, может быть, как-нибудь потом. Двигайтесь, двигайте себя к переменам. Вы же знаете, к чему вы идете. Водолей. Первый старший аркан маг рекомендует вам быть собой, быть настоящим, быть естественным, быть живым и пробовать все на практике. Особенность этой карты в том, что не просто это маг, который все может, а это маг, который все пробует наружу. Вот тот человек, который не ошибается, этот человек, который ничего не делает. Поэтому пробы, ошибки, попытки, поиск, риск, игра, творчество – вот это дает какой-то результат. Поэтому действуйте, пробуйте, проявляйте. Будьте инициативными, будьте энергичными и старайтесь находить те самые методы, которые будут давать вам энергию надолго. Ищите эти источники энергии. Ищите то, что делает вас живым. Ищите то, что вас зажигает, заставляет вас двигаться, играть буквально. Пускай ваша жизнь будет заряжена, ну, прямо такой жизненностью. Кроме того, первый старший аркан рекомендует в течение августа не бояться начинать что-то именно свое. Может быть, вы давно хотели начать свой какой-то канал, свою социальную сеть, либо, может быть, создать свое тело. Вот маг прямо в самый раз. Рыбы. 12-й старший аркан повешенный рекомендует вам в этом месяце жить, как живете, но при этом постоянно находиться в состоянии наблюдателя и оценщика. Оценивать, что с вами происходит. А как это может быть с другой стороны? А как вы еще не смотрели? Как вы к этому вопросу не подходили? Вот почему вы никогда не задумывались о ваших отношениях вот с этого ракурса? Почему вы никогда не думали о вашей работе с другого ракурса? Здесь прям полная переоценка всего. То есть голова будет дымиться. Кроме того, 12-й старший аркан рекомендует в этом месяце осознать, что вы должны еще сделать. Не всегда мы делаем то, что хотим. Иногда мы делаем то, что мы обязаны. То, что является нашим долгом. И вот эти долги, вот эти обязанности прямо доделайте в августе. Какие-то эмоциональные долги или, возможно, долги действительно связаны с деятельностью. Также повешенный рекомендует мыслить позитивно. Так что, рыбы, мыслим позитивно, видим во всем смысл. Не загружаемся, а живем в удовольствие. Прекрасного вам всем месяца. Ну что, вооружены мы на весь месяц знаниями о том, что советуют нам звезды. И наша программа подошла к концу. Встретимся мы с вами завтра. Были очень рады с Денисом сегодняшнему эфиру. Мне очень понравилось. Оставайтесь вместе с нами. До завтра. Ну, мне, в отличие от Полины, нравится наш каждый эфир, дорогие друзья. Но она права в одном. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Так что, в общем-то, мы говорим вам до свидания. Завтра мы увидимся. Время и место тоже. Телеканал ОТВ, программа «Про утро». Просыпаться будем вместе. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова